Вот привет, друзья. Вот Валера Володченко, мой друг. Валера, ты слышишь? Да, я хотел бы, чтобы и Хилтунин послушал. Это очень важно. Вот я написал, что науку о человечности надо создавать, науку о человечности, а ты мне что написал там в личке? Вот. Увы, Хасай, за тысячи лет люди пришли к осознанию того, что никуда не пришли, загадив Землю, человечество собралось на Марс, но ты ведь знаешь, что лучше меня, что долететь туда живому организму невозможно из-за жестокого космического излучения, но все равно тупо собираемся там яблоки собирать. Слушай, да конечно, если мы не создадим науку о человечности, чтобы сохранить вечные человеческие ценности, способность любить, сопереживать, помогать, творить, улучшать, совершенствовать, о чем еще Рерихи говорили, флоренские, Чадаевы, ну все же, все же говорили, отчего, что, как происходит. Валера, ты прекрасный журналист, прекрасный, да. Хилтунин тоже, вот, приходил ко мне, борода у Хилтунина, вот до пояса, да как запоет громовым голосом, да как приятно слышит, да там он в гуслице там где-то находится. Да они же там меня тоже, как ты вот, Самвелу помогал, Гаребяну, который две тысячи слов запоминал и учился в книге рекордов Генниса, и Валера меня там с Галиной свел, которая вела книгу рекордов, и меня тоже туда поместили. Слушай, Валера, ты же писал прекрасные рассказы, ты же был главным редактором молодежной, молодой гвардии, где первую мою книжку в девяностом году издавали, ключ себе. А Данилин, а Данилин наш друг, слушай, ну всю братву журналистку надо собирать, чтобы они продвигали идею. Помнишь, ты рассказал мне такую интересную вещь, у тебя рассказ был, как ты со слоном разговаривал. Так я люблю этот рассказ, Валер, как ты вот там стоял, значит, где-то после какого-то пожара или что-то такое, слона поставили в зоопарке, и ты подошел, тебе кто-то говорил, что слон говорящий, и ты ему стал что-то рассказывать, что вот я слышал, что слон говорящий, а слон стоял, так головой покачивал. Да, а потом тебе надоело с ним разговаривать, и ты говоришь, ну я пошел, а слон-то качнул головой, ну иди. Я до сих пор не знаю, это правда или нет, но это было увлекательно. Валера, короче говоря, всех журналистов собирай, пусть они продвигают эту идею, это новое слово, иначе мы все, как говорится, потому что все захвачено владельцами платформ, которые управляют информацией, что мы можем знать, что мы не можем знать, где закрывают, какие каналы, где не закрывают, с банками, если лезть, финансы и владельцы этих платформ, но ты же все это прекрасно знаешь и понимаешь. А теперь так, Хилтона нету, где-то там он пишет свои статьи мощные, ты тоже констатируешь, но все журналисты почему-то заняты констатацией неприятностей. Давай, ну давай, вот это новое слово, давай, подключай всех журналистов и пусть они меня слышат. Потому что вначале было слово, что это значит? Идея нужна, которая всех коснется и каждого. Вот мне почему-то женщины бы лучше понимают. Они мне пишут, как я что-то в Ютубе там покажу о том, что надо человечность сохранять, человечность развивать, любовь, сопереживания, вечные ценности, на них все религии стояли. А сегодня уже 21 век, уже науку надо создать, науку о человечности. Туда критерии внести, чтобы при подборе и воспитании кадров, вот это было бы написано, как раньше было написано там в анкете, стресс-устойчивость, да? А то уже была человечность. Но для этого науку надо создать. Но я-то один не могу ее создать, поэтому я вот сейчас этим занимаюсь, что создаю этот генератор. Ты в Ридеры посмотрел у меня, национальная идея России, генератор будущего. Ну там же все есть, ну посмотри. Я знаю, что тебе сейчас неохота читать, ты очень занят, у тебя свои вопросы. Но у всех так. Все заняты своими делами, и некому этим заниматься. Ну а кто будет спасать человечество? Женщины пишут об этом. Как хорошо вы говорите, надо человечность вызывать. А защитники кто? Мужики. А религии кто создавали? Мужики создавали религии, а женщины в них верили. Да, вдруг поможет. На всякий случай. Они же полезностью занимаются, они же наши берегини. Так что, Валера, давай, скажи своей жене. Люди, привет от меня передавай. И в гости, наконец, приходи. Что ты там сидишь, что на даче? Или где ты сейчас сидишь? Короче, обнимаю. И всех друзей наших обнимаю. До встречи, друзья. А то слоны, понимаете, иногда с нами разговаривают. И на Марс собираемся. А нам надо в человеке человечность, чтобы человека в человеке спасать.